Так, ну что, сегодня мы покажем тренировку моих учеников, именитых, известных танцоров спортивных. Как правильно называется вашим? Спортивные бальные танцы. Окей, Наталья и Николай. Они у меня уже сколько? У меня 15 лет тренируются? 6, наверное. 6-й год, 6-й год. Все скажут, чему вы хотите? Танцевать, я хочу танцевать. И вкратце будем показывать, короче, последовательность всех упражнений. Периодически мы делаем суперсеты, периодически мы делаем тяжелые тренировки. Вот, как вы называете, периодизацию. Но нам главное для ребят, чтобы они укрепляли выносливость и физическую силу. Никакого объема мышц нам не надо, коли и так разрастается, как надо рожья. Приходится ему постоянно костюмы менять. Поэтому, что мы? Давай подтянемся, посмотрим. Тренировки мы начинаем с подтягиваниями. Два месяца назад мы не могли вообще подтягиваться. А сейчас самостоятельно будет раз 8, наверное, да? При весе в 72 килограмма, это весьма неплохо. Я бы сказал, даже отлично. А Наташа ему немножко поможет, если что. Ну давай, понеслась. Четыре. Подожди, рано, рано. Мы просто рядом, чтобы... Пять. Хорошо. Многие не верят, как надо учиться подтягивать. Вот так вот. Самый лучший способ научиться подтягивать, это когда партнер вот так пальчиками помогает. Никакие не гравитроны, не муёны, а вот именно вот так. Вот так. Молодец. Потому что человеку приходится надеяться только на свои физические возможности. Максимальная выплывка. Молодец. И последний. По максималу. Супер. Наташа, ты будешь сегодня подтягиваться? Я попробую. Прикорбую, не нужно. Чего травма болит еще? Да. Давай попробуем. Ну если болит, то может не надо? Ну я попробую. Ну давай. Сильно ногами не дергай. Три. Четыре. Семь. Восемь. Чуть-чуть. Ниже надо ножки держать. Ниже, чтобы у нее прямые коленочки почти выпрямлены были. Последний. Все, 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 все. Все, молодцы. Сейчас мы немножко отдохнем и начинаем сегодня тренировка у нас вверхом. Последовательность упражнения покажем. Смотрите, что мы делаем. Поскольку Наташе жим лежа делать не надо, но укреплять все равно мышцы груди надо, мы делаем, как я и говорил всем женщинам, это верхний пучок груди. Она будет выполнять под углом на станке, а Коля будет выполнять обычный горизонтальный жим лежа. Вот, сейчас все покажем. Понеслась. У нас разминочка идет легким весом, минимальным 5 килограмм. Как я всегда говорю, первая разминочка. 20-25 повторений. Не спеша разогреваем суставы, связки, чтобы не было никаких травм. Соблюдаем траекторию движения, кисть, все как полагается. Биомеханика должна быть идеальная. Музыка играет, нас заблокирует. Ну и Коля у нас на горизонталке. У кого провалился? Да, я говорю, вот на это я прям вспомнила. Станок провалился? Да, и у меня вот это вот ощущение, что... Так, Коля у нас всего лишь 25 килограмм, а 20 повторений. Тоже у нас раньше была проблема со стабилизаторами. Штанга болталась. Теперь все делается хорошо. Нам не нужны здесь максимальные силовые показатели. Ну, что бы там жали? 60 на раз или сколько там? 55 на раз мы жали? Да, что-то пар. Вот. На меня записывали. Опять-таки, повторяю. Особо умные, которые начнут комментировать видео. Мы тренируемся для силы и выносливости. Ребятам во время соревнований нужно танцевать сколько? 10 танцев, да? 5. 5 по 2 минуты. 5 по 2 минуты без остановки. Попробуйте протанцевать один танец. Это все равно, что в боксерском ринге мотаться. Поехала Наташа. Второй подход. 15. Увеличиваем. Вот так мы увеличиваем в каждом подходе. При условии сохранения 20 повторений сегодня. 20 повторений. Мы периодически меняем нагрузку. Там мы увеличиваем ближе к максимальному весу. Соответственно, количество повторений уменьшается. Вот так же все 4 подхода. Так, ну что, 4 подход у Наташи. Там у нас 15 килограмм. Вот, для нее это довольно-таки хороший вес. И постараемся делать 20 повторений. 9. 10, умница. Сейчас она поможет Коле. А я буду снимать вес на штанге. У нас там 50 килограмм. Мы обычно делаем это периодически. Ставим 50 килограмм. И проверяем количество повторений максимально. Сколько более можно сделать. Сколько я сегодня снимаю. Наташа ему будет ассистенцировать. Ну что, на штанге 50 килограмм. Четвертый подход завершающий. Всегда чувствуешь больше ответственности, когда девушка держит штангу. Сам, сам, сам. И еще раз. Только чуть-чуть пониже попробуй. Не боись. Вот сейчас помогай. Ноги не отрывай от пола. Все. И третий. Помогай. Помогай. Все. Хоре. Хоре. Все. Молодцы. Так. Жим закончен. Пошли на сводочку. Сейчас отдохнем. Полтора минутки. Повторяю и напоминаю, что мы все это делаем в ритме не более одной минуты отдыха между повторениями. Для чего? Чтобы сохранять ритм, что развивает выносливость организма ребят. Проверено уже много раз на соревнованиях международного уровня. Выносливость повышается, силовые качества повышаются. Поэтому партнеру легко держать партнершу. И наоборот. Так. У нас второе упражнение Наташа выполняет. Мы опять-таки добиваем верхний пучок груди. И он уже начинает подключаться передний пучок бельты. Что мы и будем делать? После этого мы будем делать бельту. Что она делает? Она немножко голову может приподнять. Если мы хотим. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Если мы хотим укреплять мышцы шейные. Ребятам как раз надо во время танцев. У них постоянно шея в напряжении. То влево, то вправо. Проблематичные зоны. Для укрепления шейных позвонков. Тоже хорошо. В общем 20-25. Хорошо, да. Ты всегда четверочку возьмешь. Вот такое упражнение. Сводочку о кроссовере выполняет. Жалко у нас нету фотографий показать, какой Коля был 5 лет назад. Стройный. Есть, да? Как-нибудь. Оставим Колин инстаграм. Зайдите, посмотрите. Какие у него мышцы были. Кто-то спросит. На международном уровне есть ли допинг? Есть допинг, ребята. Есть. Тоже 20 повторений? Окей. И там у нас 2 и будем увеличивать с каждым подходом по одному блинчику. Покажу последний подход. Так, ну и четвертый подход Наталья делает у нас с 6 килограммами. Это непредельный вес, но вес, позволяющий выполнить опять-таки 20 повторений. При довольно-таки нормальном напряжении. Голову чуть-чуть опусти ниже. Вот это уже начинаешь жим на плечи делать. Хорошо. Чуть-чуть свони наверху. Попереду. Вот. Чтобы мы чувствовали верхний пучок груди и дельточку. 20-очку. Бе-е-е. Молодец. Коля, вперед. Что ты там добавил 4-й подход сразу? То есть мы делаем как? Мы чередуемся. Один после другого сразу. Вперед. Что там? Что там? Что там почем? Что почем? Раз, два, три, четыре. Плиточки. Давай. Бомбить. Ну это уже практически максимальная выкладка у тебя будет. Понеслась. Раз. Два. Три. Отлично. Дельта пошла. Давай до 14. Давай до 14. Два. Молодец. Красиво. Три. Хватку не меняй. Четыре. Переключаешь на дельту. Нам будет нужна. Пять. Давай еще последний. Шесть. Все. Молодец. Отлично. Бэм. Отлично. Красиво сделал. Итак. Это было завершение на грудь. Два упражнения мы сделали. Сейчас мы немножечко отдохнем и переходим на дельту, которая у нас уже разогрета. Сейчас папа кофе охлебнет. Поскольку передний пучок дельты у нас уже разогретый, сейчас мы делаем жим Арнольда, но многие умники говорят, что я неправильно показываю жим Арнольда. Смотрите на меня внимательно. Видите? Это я. Все у меня написано. Папа Смит. Мне насрать, как делает Арнольд. Я делаю так, как хочу я. А от него отталкиваюсь. Извините за грубость, конечно. Но мои дети знают, что я такой. Три. Отлично. Чуть-чуть не достаешь, чтобы сюда выводить. Мы придаем большое значение технике всегда. В первом подходе не спешим. Разогреваем внимательно связочки, суставы. Вот. Красиво. Тоже 20-25 повторений. Это у нас 3 килограмма было. Обычно мы четырьмя разменяемся. И Коля у нас сразу идет. Но он не будет делать жим Арнольда а-ля Папы Смита. Он будет делать кубинский жим. Ну-ка давайте, знатоки, проверьте в книгах и в энциклопедиях, правильно я называю это упражнение. И опять-таки говорю, мне наплевать, как оно называется. Главное, что мы его делаем правильно. Значит, почему Коля делает кубинский жим, сейчас поясню. У нас будто перчевое плечо. Левое, да? Оба. Оба. А знаете, что это такое? Это когда сустав вылетает из стакана плечевого. Вот. И мы несколько лет укрепляли его. И нам довольно-таки успешно удалось это сделать. Теперь мы довольно-таки нормальные веса можем делать. Но по-прежнему одно из опасных упражнений, это как раз же Барнольда, мы не можем делать. А вот кубинский как раз, слава богу, хорошо идет. Потому что мы уже укрепили передний пучок и дельточка. Ну, вы видели при сводке на грудь, какие у него мышцы. Дельт. Турникмен. Турникмен. Настоящий уже. Итак, тоже будем 4 подхода. И последний подход сниму. Продолжаем. Итак, четвертый подход у нас Наташа выполняет пятерочками. Повторяю, что в каждом подходе ребята добавляют обычно по одному килограмму в весе при условии выполнения 20 повторений. Ну, вот сейчас у нас немножко побаливает левое плечо. Поэтому мы аккуратненько сделаем 4. Оля, смотри по ощущению. Все нужно по самочувству, смотри, по ощущению. Додавили я-таки, да? Оля, не печалься, что будет хорошо. Какую у тебя вес сейчас? Посмотрим. Хорошо, по 8 килограмм. 7? Угу. 10, 10, 10, 10, 10, 11, 4 давай давиду 20 шесть можешь семь три раза аккуратненько и два раза марш давай давай постарайся последний я молодец красавец окей отдыхаем сейчас будут у нас классические махи с гантелей аккуратнее так следующее упражнение у нас идет классика тоже очень важно соблюдать правильную технику выполнения крышечек начинаем с роговеса для такого избежания травм надо всегда очень хорошо разогреваться такие мы полосатые а как мы смотримся на танцевальном поле или как танцевальный чудо площадке паркет да и красота красота я сам хотел потанцевать партнерши нет пишите в личку кто хочет стать моим партнером партнером не дай бог зарежу партнерши понеслась так у коли что там у нас 4 килограмма тоже с легкого начинаем несмотря на то что мы уже более-менее разогреты тоже по 20 повторений классика хорошо как мы укрепляли связки и сустав плеча значит как мы делали мы начинали с легкого веса и немножко задерживали верхнем положении полторы-две секунды всегда именно это укрепляет связки и суставную сумку при подъеме проверено уже на многих моих учениках также у нас у коли отсутствовала ромбовидная мышца практически вообще мы и нарастили берем намного легче танцы так мы тоже отключаемся в четвертом включимся при максимальном месте четвертый подход продолжаем с трешечками больше работаем на выносливость качки можно сказать прокачки на ильев надо выносливость поэтому количество покорений те же 20 на качество можете посмотреть там все на месте ну и коли поехали берет уже такое у нас чувствительный вес 6 килограмм наташа будет вам помогать и будет такая максимальная выкладка уже мы хотим 20 повторений сейчас самостоятельно подожди пока я думаю здесь и сделали спокойно маленькая помощь от парка маленькая чувствительная помощь помогает максимально пробить мощное закисление фон помогать чуть больше потом уже загибаться начинает изгибаться не туда куда на раз сейчас нам остается задний пучок дельты закачать будем это делать станки сидят вот сюда так ну что завершающего прошли упражнения на плечи это задний пучок дельты обязательно надо его прокачивать вот он хорошо явно выражен у Наташи офигенно здесь разные вариации выполнения да но что я зачем я слежу чтобы в этом станке толчок был ребром ладони и только ребром ладони ребро ладони обеспечивает нагрузку прямолинейную нагрузку на задний пучок если вы начнете менять кисть вы почувствуете как у вас включаются другие мышцы надосная подосная ромбовидная включается поэтому мы делаем только ребром но периодически иногда меняем хватку для того чтобы проработать и ромбовидную мышцу соответственно вес увеличивает коля понеслась 5 тоже ребром 6 ну здесь у нас пустойка была 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 14 14 15 17 15 15 Она обычно соревнуется с Колей по весам, разбивает его в пух и прах. У них соревнования личностные, семейные. Молодец, хорошо почувствовали. Николай, ты следующий. 30 или 35 поставим? 35. Давай так, чтобы качественно все выполнить. 30. Опустите. Четвертый подход. Ребром ладони все, техника выполнения должна быть идеальной. Понеслась. 2. Легко. Могу 35 поставить, ну да ладно. Посмотрим, когда ты сдуешься. Давай, давай, давай. Пять, очень хорошо. Красиво. Все мышцы ядерные. Завидуете. Молодец. Так, все. Дельта у нас закончена. Сейчас начинается самое страшное. Самое страшное это спина. Сейчас отдыхаем минутку и переходим к спине. на мышцы спины. Так, сейчас у нас... Как выяснилось, потому что папа этой девочки учился в школе в одной школе. Да? Ага. Хорошо, молодец. У нас как большая деревня. Так, давай, широким хватом в груди. Легко, а я же первая, точно. Классическое упражнение для развития широчайших понеслось. Тоже, опять таки, с маленьким весом. 15 килограмм. Разминочка. Каждое упражнение. Первый подход. Разминочный. Вот здесь должна была быть реклама парикмахера. Ха-ха. Коль, там телефон звонит. Молодец. Давай, Коль. Какой вес? Двадцатка? Двадцатка. Двадцатка. Первый подход. Слово следим за техникой выполнения к верхней части груди. Не забываем такую деталь. Максимально расслабляем бицепс. Тянем мышцами спины. Здесь один момент психологический, как объяснить, чтобы расслабить бицепс. Как-нибудь я вам потом расскажу. Это называется совершенная нейромоскулярная связь. Когда вы мозгом управляете своим телом. Сложно, но получается. Хорошо. Класс. Окей. Тоже отключаемся. Четвертый подход сниму. Так, четвертый подход. Наташа решила сделать экстремальный вес. Тридцать килограмм. Коль ей поможет. Понеслась. Мы периодически это делаем. Но задача четырнадцать с полторей не сделать. Не менее. Крея начала очень хорошо. С небольшим читингом. Главное не давать останавливаться. Четыре. Четыре. Молодец. Растянулись. Ну, это конечно пошел на тридцать пять. Поехали. Завершающее упражнение. Вперед. Поехали. Завершающее упражнение. Вперед. Шесть. Чуть-чуть. До 14. Классно, в паре всегда офигенно. Окей, сейчас сделаем горизонтальную тягу к солнечному сплетению. Нормально, живые. У нас еще как раз по расписанию 15 минут. Это все, что нам надо. Занимаемся полтора часа. По графику. Первый подход. Что там у нас? Тоже легенький. Десяточка? Ну, вообще, да. Давай. Слепо. Показываем много раз. Мое предыдущее видео, кстати, я делаю спину. Кому интересно, посмотрите, вернитесь на одно видео назад на моем канале. Главное не включать бицепс. Какая дельта, какая дельта сечется. Сколько у нас там? 5% жировая прослойка? 10, наверное. Смена. Давай. А, Коля, сначала это разминочный. Первый подход разминочный. И, как я сказал, повторюсь. Снимем только четвертый. Иначе видео будет очень длинное, а вы не любите смотреть длинные видео. Поехали. Ноги подними выше пяточки. Пяточками упри. Вот так. Поехали. Так, шесть. Шесть. Так, шесть. Вот и вот она спина, да. Вот это называется мышцы спины. то что у вас там это жир вы думаете что вы на мазь во сне вы на максе восьмой 4 подход потом 20 килограмм тоже стараемся 20 повторений выполнить молодец и уже читинг идет в конце но что делать более поехали 50 там самоубийство не вынимайся может рецепт поставишь сашку давай 5 выдаст обеспечить все поехали если не зарабатывать а Давай бомби, ну и поехали, мы делаем бицепс 300 в суперсети, поскольку у нас время поджимается, две гантели, сразу глаз в повторении, вкручивание ему давай. Выпрямляй полностью у него, полностью выпрямляй локоть, вверху, 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 вот, растягивай волокон, понимаешь? Хорошо. Окей. И сразу на 30 давай. Вес большой, убери на десятку. Локоть чуть вперед. Хорошо. С пятерок, да? 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 С пятерок, да?